Всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун, это я, и конечно же я здесь. Мы будем сегодня продолжать открывать разные пасхалки, секреты, фишки, игрушки КНАФ, то есть Криповые ночи с Фредди. Это вторая серия, первую серию, кстати, вы можете посмотреть, она наверху, вот, подсказочка всплывает, кликаете и смотрите первую часть. Также есть в описании под видео, тоже ссылочка на первую часть наших разборов. Итак, продолжаем. Значит, мы много чего интересного посмотрели, но многое еще осталось неоткрытым. И давайте приступать. Три, два, один, плей! Сегодняшней пасхалки открывает жуткая камера 1А. Бонни на нас посмотрел. Бонни смотрит нам в душу, жизнь, да? И не только Бонни, там еще и Фредди, и вообще все. В общем, друзья, при шансе в 15% и, в общем-то, на всех 6 ночах, иногда, Бонни, Фредди и аниматроники смотрят прямо в камеру со зловещим звуком. Давайте еще разок попробуем активировать. Во! Получилось. Вот. И Фредди, и Бонни. Ну, это крипово, да. Это жуткая пасхалка, жуткий прикольчик такой, или секретка, тем не менее, он есть. Ещё одна секретка пасхалка с Бонни. Довольно редкая. Это крупный план Бонни на камере 5. Где он прям вплотную смотрит на игрока. Вообще, обычно... Привет, Чика. Вообще, обычно Бонни стоит вот примерно вот так, видите, там? То есть, он стоит, в общем-то, далеко. Он не подходит к камере. Но фишка-то в другом. Чтобы активировать эту секретку, нужно по-особому смотреть на камеру. Кстати, открыть эту пасхалку можно на всех ночах, то есть с первой по шестой. Значит, чтобы её активировать, надо подождать, пока Бонни сойдёт со сцены оттуда. Вот он у меня уже, он как бы сошёл, да? Ждём. Вот проходит Чика. И вот Бонни пошёл на камеру номер 5 в мастерскую. Но мы не включаем камеру, мы ждём. Важно, чтобы мы включили камеру 5 уже когда там будет Бонни внутри. Так, проверяем, Бонни нет. Всё, он поедет там. Можно немножко какое-то время подождать, чтобы он точно там был. После чего активируем пятую камеру и вот! Бонни смотрит прямо на меня в душу! В плотной камере. Довольно редкое явление. Редко можно его увидеть. Я вам только что показал, как это сделать. Так что дерзайте. В общем-то, на любой ночь это можно сделать. Следующая пасхалка здесь. Это мигающие газетные вырезки, друзья. То есть, вроде бы, правила безопасности. Видите, большую надпись. Это, конечно, всякие считают, не то. Вот. Правила безопасности. Но вот здесь может быть. с вероятностью в семь процентов и на всех ночах может быть газеты со всякими неприятными и зловещими порой заголовками. Нужно просто пообновлять. Так, надо, главное, удачно встать здесь. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Вот. Та-дам! Изменилось. Так, что там написано? Подожди. В местной пиццерии пропали дети. Тела не найдены. Ну, еще были мелкие тексты, но я его уже отсюда не вижу. То есть, вот. Причем, самый прикол-то в том, что заголовки и газетные вырезки, они разные. То есть, сейчас будем открывать что-нибудь другое. Вот. То есть, местная пиццерия заявляет о закрытии к концу года. Хм. Как любопытно. Из-за чего, да? Ну, мы же все знаем, почему эта пиццерия закрылась. Потому что там были странные происшествия. Пропажа детей и прочее. Убийство порой. Так, погоди. Так. Перед угрозой закрытия из-за несоблюдения санитарных условий, да? Ну, то есть, видимо, это было что-то очень плохое в этом плане. Санитарные условия не к черту. Ну, это мы опять видели. Типа, тела не найдены. Так что... Ну, вообще, насколько я знаю, здесь пять разных новостей может быть. Так что, попробуйте запустить и лично посмотреть, что же там такого я пропустил. Вот еще одна небольшая фишка, где можно посмотреть на себя без всяких-то пасхалок, да? То есть, не нужно будет смотреть начальный ролик. Редкий довольно. Можно это сделать довольно хитрым образом. Так, проверяем. Ну, здесь вроде бы все чисто, да? Нет, не Фокси, никого. Можно экспериментировать. В общем, фишка в том, друзья, смотрите, что нужно выбегать и скользить. То есть, подбегать к двери и одновременно нажимать на планшет. И герой начинает скользить и вуаля. Просто включаем нужный нам коридор. Перед этим, конечно, включив лампу и можно себя разглядеть. Давайте еще попробуем разочек. Смотрите. Я бегу, скольжу, задом наперед. Чтобы можно было личико посмотреть. Та-дам! Вот он наш герой. Вон его огроменный планшет. Прям в руках, да? Ну, вообще, желательно, лучше всего это делать на своих ночах. То есть, поставить героя скорость максимальную, чтобы он дольше и лучше скользил. То есть, фишка в том, что планшет открывать нельзя вне офиса. Но можно его открыть и проскользить в этот момент в коридор. То есть, разбежаться, побежать к двери и потом, буквально перед выходом, нажать на пробел, поднять планшет. Вот, идеально, кстати, получилось. Я полностью могу себя посмотреть. Мой фонарик, мой планшет и мои белые глаза, светящиеся во тьме. Вот еще одна крутая пасхалка. Сумасшедший Фредди. Очень редкая. Всего лишь 3%. Причем, активировать можно только на 3, 4, 5 и 6 ночах. Нигде больше. Фредди должен быть где-то по левому коридору. Сначала он появляется здесь, в этом коридоре, с жутким таким, с жуткой челюстью странной, странной мордой. А затем начинает пробивать дверь. Ну, все знаете эту пасхалку, кому-то она попадалась рандомно, мне она при прохождении тоже попалась. И вот так, в общем-то, я ее вызываю. Чаще она появляется, когда ты игру проходишь впервые. То есть, если у тебя эта пасхалка уже была, то возможности ее открыть крайне мала. лучше удалить сейв, попробовать заново пройти игру. То есть, смотри, как я это делаю. Я просмотрю на плакат, поворачиваюсь и вот! Жесть! То есть, все, дверь не работает, после чего пропадет освещение полностью и герой убьет Фредди. Смерть пришла. То есть, открыть эту пасхалку, вот, ну, лично я делал это так. В левом коридоре там есть плакат, да? Let's party. И вот, в общем-то, на третьей ночи, желательно на третьей, у меня это было на третьей, я просто подходил к плакату, потом поворачивался медленно обратно. Подходил, потом подходил к плакату, поворачивался и рано или поздно там появится Фредди. А вот эта пасхалка связана с Голден Фредди. То есть, его можно вызвать и по-другому сюда. То есть, вот плакатик, Let's party, по левому коридору. Как вы знаете, там может быть разные страны плакат Фредди. Но, на пятой и на шестой ночи, только на этих двух ночах, пятая и шестая, с вероятностью всего лишь в пять процентов здесь может быть плакат Голден Фредди. При этом, сам Голден Фредди появится в офисе и может меня убить. Давайте попробуем его открыть. Так, мы пока обычный плакат. Вот, видите, необычный, необычный Фредди. А вот и Голден. То есть, такой смешок Голден Фредди, плакат и затем он сам появляется здесь. Но, чтобы его открыть повторно, а давайте мы откроем его реально повторно. Ну, нам нужно будет попотеть, потому что вероятность, напоминаю, пять процентов всего. это немного. О, неужели? То есть, я очень долго поднимал планшет. А теперь давайте посмотрим, что будет, когда я не буду убирать планшет, когда я увижу Голден Фредди. А также давайте посмотрим подольше на плакат. вот он. Вот такой вот плакатик, довольно миленький Голден Фредди. А теперь давайте посмотрим полностью на него и что будет. Естественно, он меня убьет. Ну, мы его хотя бы рассмотрели вблизи, а это тоже неплохо. А вот и наша любимая кухня, друзья. Это даже не секретка и не пасхалка, а скорее просто именно фишка. То есть, на кухню здесь можно попасть. Чтобы это сделать, нужно подождать момента, когда Чика будет заходить на кухню и проследовать прямо за ее спиной в эту дверь. Но, я всем советую настоятельно делать это на своих ночах и поставить Чики довольно высокую скорость, хотя бы 20. То есть, чем быстрее у нее скорость, тем быстрее она будет заходить и тем больше вероятность того, что она не убьет вас, когда вы будете у нее за спиной тоже заходить на кухню. И вуаля, мы попали. Здесь довольно мило, вот есть хлебушек, есть какой-то батон, тут же есть генератор, ножик, довольно прибранный, кстати, холодильник, в общем, довольно мило и уютно. А к тому же, можно генератор посмотреть и его марку E-Logic, да? Он гудит, типа, чайничек, всякие чайнички, кастрюльки, как все мило. Но, кстати, друзья, здесь может быть и незваный гость. Напишите в комментах, друзья, кого вы здесь увидите внезапно. Вот смотрите, внимательно наблюдайте. Да, меня убила Чика, но кто-то там был еще. Пишите в комменты. Еще одна весьма любопытная пасхалка, друзья. В своих ночах включаем, проматываем вниз, видите, надпись My Captain последний квадратик. Прикол в том, что он может изменяться время от времени. Я назвал эту пасхалку Ты, Майк Эфтон. Видите, уже You, Ты. You. Ну давай уже, меняйся. В общем, нужно просто выходить, заходить обратно, и она будет изменяться иногда. Причем из этих всех разных разновидностей этого квадратика можно сделать фразу. Вот, видите, Майк Эфтон. Она поменялась. Ты. То есть, понимаете, это как фраза. Ты, Майк Эфтон. Это как бы намек от игры. За кого мы играем? Мы играем за Майка Эфтона. А не за Уильяма. Против Уильяма играют аниматроники в ночь аниматроников. Да, там Уильям. Но мы играем за Майка. Майк Эфтон. В общем, здесь есть еще третий, очень редкий квадратик. Я через монтаж попробую его открыть. Он реально очень редкий, но там можно рассмотреть этого Майка Эфтона. О, неужели? Вот. Очень редкий квадратик, но он мне выпал. То есть, вот и фраза. Ты, Майк Эфтон. И фотка Майка Эфтона, чтобы подтвердить это. Забавная, пасхалочка, Причем, прямо в менюшке. Это круто. Надеюсь, вы тоже можете это дело открыть. Вот, друзья, наверное, главная пасхалка этой игры. И она и последняя в нашем видео. Это пасхалка со Спрингтрапом. Есть секретный скример. То есть, друзья, это очень редкая пасхалка. Ее можно открыть только на пятой и шестой ночах. И вероятность всего лишь три процентика. Очень мало. То есть, ну, здесь все правильно. Мы бегаем взад-вперед. Хочу, друзья, заметить, что вы, возможно, где-то могли посмотреть в другом месте открытие этой пасхалки. Там что-то про Чику, типа, войти в Чику, когда она идет в туалет, бла-бла-бла. Не верьте, это не так. Эта пасхалка срабатывает автоматически, когда вы проходите, допустим, игру впервые. И тогда она у вас будет, эта пасхалка. Не нужно шаманить. Просто вот смотрите на мое видео. Я просто вышел из офиса и начал просто бегать взад-вперед. Вот. Смотрим, смотрим. Та-дам! И вот он активировался. Никакой Чики, ничего. То есть фиолетовый чувак заходит сюда. Там какой-то смех, а потом... Жесть. То есть крики, видимо, крики боли. И звуки переломных костей. И разрывания плоти. Даже страшно подумать, что там происходит. Но мы-то все знаем, да, что чувака просто запихнули в этот костюм. Причем все аниматроники пропали. Видите, ни Бонни, ни Чики нет. Ни Фредди, даже Фокси нет. Кстати, я попробовал, нельзя зайти в бухту. Нельзя. То есть, как бы невидимая стенка. Меня часто спрашивали, можно ли зайти в бухту. Нет? Так вот, постучали. И теперь мы заходим внутрь. Дверь захлопнулась. Не выйти. И вот он, друзья. Рождение Спрингтрэпа. Ну, есть, конечно, игровые автоматы, парочка. Их даже можно потрогать, но поиграть, увы, нельзя. И надпись кровавого, видите, Хелп, на помощь. Он пытался, звал, но никто ему не ответил. Повсюду лужа крови. Мы, конечно, можем подойти. Но при приближении будет что-то жуткое. Да. А вот и скример. Секретный. То есть, при приближении к Спрингтрэпу он нападает. И на этом игра просто закрывается. Вот такая вот забавная, прикольная пасхалочка со Спрингтрэпом. Еще раз напомню, что для открытия этой пасхалки не нужна никакая чика, никакие там танцы с бубном, просто нужно походить около туалета взад-вперед, причем проходить игру впервые. И тогда эта пасхалка будет вам доступна. Вот и все, друзья. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось и надеюсь, я заслужил немножечко лайков. Это было бы приятно. Ваша поддержка это очень здорово, друзья. Всем позитива, всем здоровья желаю. Оставайтесь на канале Нептуна и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Вы лучший. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok